Итого, всем здоров! Что тут у нас интересного? Оу, светка тут. Ничего страшного. Вот, короче, такая лампа. Сейчас мы посмотрим, с чего она сделана, и можно ли ей воспользоваться, и для чего мы ее применим. А чтобы вас не халил плохой свет, переходим на стол к разборке, меняем ракурс. Развук тоже салямба, поехали! Итак, поехали, что мы здесь имеем? Умеем мы здесь лампу. Здесь 3,5 бат. Так, вот она не очень. Вообще, не очень. Блок питания. Он же называется драйвер. Паяльник горячий. Как завудить провода, вы все знаете. Как спарять. Тоже, по-любому. Раз. Два. Раз. Два. И усаживаю вторую. И усаживаю вторую. Медленно, но верно. Раз. Раз. Затопчем. И теперь смотрим, что она может светить. Хлам, мусор, ужас. Опа. Опа. А теперь давайте посмотрим, как она будет освещать, допустим, меня. И значит, вот так у нас без нашей дешевой лампы. А так у нас с нашей дешевой лампой. Значительно светлее, что скажете. Ну вот как-то так. Ещё раз без неё. С ней. А теперь мы её разберём. Ну что ж, поехали дальше. Отстёгиваем блок питания. Он отстёгивает, это уже хорошо. И посмотрим, что у нас внутри. За что мы дали эти. 3,5 доллара. Очень интересно, потому что на коротке это лампа от Гавидыча. А нет. Хорозы, там хорозы, там хорозы, там хорозы. Хочешь, а название миллион. О, ещё и закручено. Увертим, крутим. Крутим, вертим. Одни затянуты, одни не затянуты. Ну всё как всегда. Всё как обычно. Ничего нового. Наспишем кожу опуху. Даже сольга. Так, что мы здесь имеем. Мы здесь имеем светодиодную полоску вокруг. Так сделаны дисплеи. Мне интересно, если маркера, серьёзно, очень интересно. Это отражатель, это рассеиватель. Но свет нам может рассеиватель. Мощно, яркий или нужен. Так что... Так что пусть в этой клести всё остаётся как было. Собираем стекло. Обалдеть. Я не могу поверить свою. Сейчас. Может, сверху ещё было бы выгодно слой фольги постелить, но... Я вас умоляю. На 88 хривый нам ценный тренд. Затягиваем это всё обратно. По принципу блока цилиндра. Нахты. Что-то здесь бы тоже купили себе. Это одноразовая вещь на самом деле. Я так понимаю. Особо придираться к ней не стоит. За её стоимость. И сохранила ли она работоспособность после этого. Да, светит. Как неудивительно. Вот это всё здесь болтается. Думаю бы, конечно, неплохо это закрепить. Ну, хотя бы... Не знаю, как-нибудь... стяжка будет... будет стяжкой. Вариант, конечно, так не достанет. Вариант, конечно, такой себе, ребята. такую же есть. Ну, вот какая-то такая лампа. у нас получается. Вот для освещения рабочего пространства, честно говоря, самое оно. придёт ночь. Может быть, а в боевых условиях. подходит ли это беда. Ей же. но такое есть. Укрепление КАЛ полное. Вот по-другому это не назовёшься. Но, тем не менее... Просто подкинем. По размеру, кстати, тоже. Оно не сильно подобно. как обычно. Резьба просто мега супер. Хорошо. даже вредочек где-то. прикрутить сюда её будет к нормальным ходам. Да, и она будет ещё и регулировать. Ну, вот, ребятки, такой вот коротенький видеоролик о том, что можно купить. что можно купить. А драйвер всё-таки придётся приклеить, потому что. Потому что, потому что. Раз, пока убираем её высотом. Ну, вот так это выглядит. Включённой рампой за не с половиной доллара, ребята, свет наполняющий. Этот ролик пойдёт в длинный ролик, как делать свет у себя. в студии в рубке на рабочем месте за абсолютно минимальные деньги. Так что, я вам советую подписаться на канал и смотреть, если хочешь построить себе что-нибудь с хорошим светом. И, не знаю, стримить, снимать, бложики, ещё что-нибудь. Можно покупать лампу не обязательно этой фирмы, потому что на самом деле это просто ноунейм. Любую такую историю 10-12 ватт, 15-20 но одной лампы недостаточно. Хоть она уже сделала лучше. Сейчас я ввезу посылка одна. Я вам покажу, как свет расставить. В общем, чтобы он был реально прикольно, красивый и всё было для них чётко видно. Также советую посмотреть ролик Михаила Одина. Он тоже собирает свет. Он собирает свет по одному, я по второму, но мы с ним общаемся плотно и я думаю, что вам будет интересно, что же он собирает у себя. У него короче, разница между нашими проектами. у него лучше всё выглядит по помещению, чем у меня. У меня немножко на данный момент больше знаний, скажем так. Да ладно, что-то, не будем скромничать, я знаю больше просвет, чему. В смысле, не по строке просвет, а про то, как его разложить, что использовать и как это можно сделать абсолютно подручным из простейших движений, которые вам обойдутся минимумом. Вот смотрите, эта лампа не заменяет, честно говоря, огромный шоутбокс. За счёт того, что решение небольшое, всё близко, и лампа будет здесь наполнена всё. Теперь мне осталось подсветить фон. Подсветка уже есть, я вам уже не подхожу, покажу вам в следующем ролике. Будет подсвеченный фон, и чтобы здесь не было такой лютой тени, вот как она есть, будет использоваться ещё что-нибудь. Тень будет, но не настолько. И это будет интересно вам и полезно. И ещё также вечером проведём тест-трайп этой лампы. Можно ли использовать такие лампы, допустим у себя на кухне. Там у меня сейчас подготовка слимонки самый красивый фон. На это внимание не обращайте, сразу говорю. Также самое в ванной комнате. Короче, где его можно применить, это мы всё выясним вечером. Но это наверное уже не в этом домике, а может в этом. Всё, всем спасибо за внимание, подписывайтесь. лампы, всё лампы,